Мы приехали в город шахты Ростовской области, правильно? Так удобно садить. Так, назовите свою фамилию, имя, отчество. Суворов Николай Павлович. Николай Павлович, сколько вам лет? Кто, я знаю. 86. 86, да? По паспорту 84. Так, вы дальше расскажете случай, что-то с собакой было. Расскажите, как это было и что? Раз я и шел по улице по своей. И вот, калитка открытая, забор большой. И выскакивает оттуда собака, здоровая. А я ее хотел осенить крестным знаменем. Она мою всю руку в пасть захватила. И вот до этих вот пор. А я там ей перекрестил в пасть. В пасть, а внутри? Внутри. Во имя отца и сына, вот так вот. Во имя отца и сына, из того духа мне. Как она запищала, как она закричала. Как будто бы ее кто-то палкой ударил. И хозяйка вот она подскочила сзади ее, забрала ее. Вот так вот, они довольны, что она мне все покусала. Ничего, где-то чуть кровь была, вот так, ну, чепуха это. Ничего не покусала. Это чудо Божие. Это чудо Божие. Говорит, а мы и так молимся, Бог слышит. Я говорю, а бывает у вас так, что на вас лукавый нападает во сне? Нет. Бывает. Я говорю, а как ты отбиваешься? Говорит, крестным знаменем. Я говорю, так вы же не креститесь, баптисты, вам же это не надо. Так не надо, говорит, он никуда не ходит. Я говорю, на него, а он, говорит, на меня. Я, говорит, тогда взял его, перекрестил, он, говорит, сразу опрокинулся и исчез. Вот и доказательство. Грамота не поможет, дело. Я с одной сектанткой когда беседовал, она присел в собрание. Я говорю, вот ребенок, если не крещен у тебя, он умрет, и ты его лишишься, он пойдет к преисподнюю. А она до этого говорила, да зачем, ребенок не поедет. Она сразу встала, говорит, я готова хоть сейчас креститься. Лишь бы ребенок только не погиб. Это я, значит, так же выходил с цеху и ехали девы. Я приехал на остановку, и там мы, в твердку мне нужно было, там девчата стояли. А я с ними разговаривал, девочки, если собака будет на вас нападать, то вы крестите ее, она не укусит вас. И вот через несколько времени, через месяц, может, больше, встречает меня одна и говорит, Ты знаешь, на меня четыре собаки напали, а я, говорит, их крестным знаменем во имя отца и сына стердохну. И они разошлись по разным сторонам, а я своей дорогой пошла. Вот так вот и у меня такой же случай был. Вот так. Крест – это непобедимое оружие. Мы нигде не считаем, чтобы у святых отцов они зазирали крестное знамение. Никогда. Они всегда его совершали. Интересно, я когда обратился к Богу, они там пятидесятники, баптисты, соединены были. Ну и книга такая есть Генрика Сенкевича К. Магридиши. А апостол Петр, когда выходил из Рима, а в это время явился Господь и спросил, куда идешь? Куавадис. То есть ты уходишь, что я буду в Риме, мне второй раз придется умирать. И он вернулся. И вот интересно, Петра ведут на казнь, а я считаю, ну там и сектанты-то, они книгу признают, они ее любят. Но в одном месте сильно зачеркано. Я говорю, а что тут зачеркано? Почему? Да там неправильно написано. Ну я говорю, ну а что тут неправильно-то, я хоть прочитаю раз-то. Но они выморли все, а потом я узнал, оказывается написано, и Петр шел и осенял всех крестным знаменем. А у них его нету, они это взяли, выщипывали. Ну как же ты выщипывал-то? А он лауреат Нобелевской премии, Сенкевич. Как можно за него решать-то? Тем более, да это кто, когда знает недавно? Как знает? Ты вот сейчас я батюшке подарил. Как его звать-то батюшку? Ян. Ян? Ян, да, Ян. Ага. Крестное знамение, какую имеет силу? И там говорится в житиях святых не у одного, а у многих. Они говорят, да православное это в 15 веке появилось. Я тогда, ну ты, слово православное-то. Я беру апостольское правило, там православный, епископ. Дальше, Первый Вселенский собор опять, православная, кафолическая вера. Я говорю, как вы говорите-то, в 13-14, когда это Первый Вселенский собор, а я апостольское правило. Они не знают ни истории, ничего нету. И дальше, в каком соборе, сколько раз слово православное употреблялось. Я все это привел, выставил, и мои сектанты замолкли. Потому что у меня документы, а у вас ничего нету, кроме ненависти к крестному знамению и православия. Православное слово, я говорю о слове, а не то, что мы такие хорошие или где-то. А на святых отцов попадало где это. А они упоминают там, допустим, пять раз всего за все время. А на соборах поместных там еще меньше. Вот так. Нам нужны действительно исторические свидетельства. Крестное знамение было всегда. Икон не было. Как не было? Когда жития святых, мы считаем, они с первого века идут. Ну, ни такое, ни мироточения там, ни этого ничего не было. Это спаситель, да образ. Да. Это князю Эдесскому. Авгарю. Авгарю, да. Ну, не веришь ты в это. Ну, а почему воевать? Свои фотографии признаете. Я не говорю, давай поклоняйся, целуй. Я это никогда не говорю. Но иконы, их идол, это совершенно разное. Да. Идол, а в Господь чурается, а изображение повелевает делать в храме. А где это известно? Из Икейля 41, 17. И в этот храм пришел Господь. Он говорит, дом мой. Он не сказал, дом чужой. Дом молитвы наречется. А в этом доме были иконы от пола до потолка. Снаружи и снутри резные изображения. А чьи это иконы были? Чьи иконы были? В храме, второй храм Соломонов, Заровавелев называется. Повеление Божие было. Изображение херувимов. Ага. Ангелов. Людей не было, потому что люди шли в преисподние. А храм строился по образу небесного. А так как теперь святые на небе, поэтому по образу небесного у нас и икона. А тогда нельзя было, потому что люди шли в преисподние места земли. Тут на все дается объяснение. Тут никакой критики мы не наводим, ничего. Мы как-то выехали от одной сестры. Она из журналов везде иконки лепила. Они выгорели, ничего нет. Прямое повеление собрать. Она собрала больше ста иконок. Мы поехали дорогу и сожгли. Они на их не написано, ничего нет. А хорошие, которые остались. Не надо там трястись, бояться. А на определенные правила, чтобы они не были поруганы. Вот и все спрашивают, что с мощами делать. Мощи все, я говорю, собрать. С достойными песнопениями, с церковными почестями. Захоронить. В прах ты и в прах возвратишься. Просто и понятно. Чтобы не было кощунства. Если бы люди знали Священное Писание, вот этого раздрая не было бы. Я когда сказал, что мы молимся за Путина. А, так вы такой. Вроде это. Я говорю, я обязан молиться, потому что молиться за старей, за начальствующих. Какая моя вина-то? Будет это все равно не так, как я прошу. Это положено так. За старей молиться за всех. Чтобы Бог дал покаяние, дал страх Божий. Да. Что над ними есть царь, царей, Господь, Господствующий. Вот так. Ну, спаси Христос. Мы хорошее свидетельство получили. Субтитры создавал DimaTorzok